Зайцы пушистые, всем привет! Сегодня по вашим просьбам разбираем Александра Васильева. Александра Васильева не который группа сплин, а который у нас историк моды, телеведущий, преподаватели, много-много разных других у него ролей в нашем обществе. Александра уже, насколько я понимаю, за 60. Выглядит, конечно, он очень интересно, одновременно эпатажный, как-то так стильненько. Опять же, каждый его наряд – это повод к обсуждению. Но вообще, когда смотришь на Александра Васильева, такого медийного персонажа, персонажа как-никак эстрадного, несмотря на то, что он не поет, но в индустрии моды все достаточно близко. Когда смотришь на того же шнура, которого я разбирала, и побольше поизучаешь биографию человека, послушаешь, как человек рассуждает о том, как он зарабатывает деньги, что для него важно. Ты понимаешь, что есть вот некий телевизионный образ, есть там именно образы, в которых эти люди нам видятся, там, какими-то артистами, какими-то телеведущими, мы у них что-то любим и не любим. Но мы понимаем, что есть просто человек, есть личность этого человека, есть его какие-то цели, приоритеты, и он достаточно твердо идет к вот этим целям. Кого еще можно привести пример? Вот нагивы я сюда бы вот включила. Сейчас объясню, почему я этих людей обобщаю, несмотря на то, что они очень разные по типажу, по подаче, да и по сферам деятельности тоже. А это люди, у которых мозги берут верх над эмоциональной сферой. Они вовремя просекли, что стоит занять какую-то нишу, что в этой нише есть деньги, есть слава и работа, по большому счету, ну такая достаточно приятная. И они точечно бьют в эту нишу и в ней развиваются. Да, Василий, он периодически позволяет себе какие-то эпатажные высказывания. Да, не все на него однозначно реагируют. То, как он ведет себя на модном приговоре, ну вот некоторые пишут о том, что он как-то унижает женщин, высмеивает их. Ну понимаете, это как идти на модный приговор, это как идти на программу, пусть говорят. Это все то же самое. Ты идешь осознавая, что тебя так и так будут позорить на всю страну. Но действительно выгоды от участия в этой программе есть определенные. Им там делают прическу, обновляют гардероб. Для многих там статистических женщин это действительно деньги. Плюс, ну не последние стилисты с ними работают, хотя я со многими решениями стилистов не согласна. Мне кажется, какие-то там слишком пышные стрижки, короткие, какие-то сложные укладки. Они старят героинь, какие-то странные шарфики им зачем-то предлагают. Но опять же, понимаете, вот сколько людей, столько и вкусов. Кому что красивым кажется. Да и самим и Хромченко, и Васильеву, и еще там каким-то героям тоже периодически работы стилистов не нравится. Ну такая это программа. Это уже какой-то такой вокзал, где один поезд отъехал, сразу новый поезд приходит. Этот поток бесконечен. Больно тема-то такая вот, действительно, трогающая абсолютно всех людей разных поколений. Периодически он может как-то вот жестковато отозваться, есть у него такое, он может как-то принизить. Но одновременно в этом люди какой-то кайф получают. То есть от того, что, например, такой человек принижает, который реально знает культуру, историю моды, который вообще ориентируется в этой жизни, не последний это человек, где угодно. И в бизнесе, и в своей вот этой вот ниши моды. Какие-то вот эти вот принижающие слова от него, но они, в принципе, наверное, кажутся какими-то логичными. Не настолько это обидно. Условно, если бы какая-нибудь там звезда приглашенная начала бы чмырить и мочить героиня, это другое. Но приглашенные звезды, они ведут себя умнее. Они, как правило, и в начале ободряющие слова говорят, и в конце добрые слова говорят. То есть они все, в общем-то, в большинстве своем очень правильную позицию занимают. Потому что аудитория женщин 40+, про которую много говорит Сергей Шнуров, она как платежеспособная, так и она все-таки обладающая некоторым временем. И при желании она очень сильно сожрать может людей, которые там что-то такое неугодное высказали. Как-никак у Васильева армия поклонников, и программа этой армии поклонников. Поэтому приглашенная звезда-то остается все-таки приглашенной звездой. Место свое знает, как говорится. Как в этих программах у них распределены роли? Ну вот Васильев, или там на чем место он пришел, Слава Зайцев, все-таки это такой некий король. Мы не можем сказать, что та же самая Хромченко королева, или та же самая Бабкина королева, у них другие роли, они яркие женщины. Бабкина это глаз народа, это что-то вроде розы сябитовой, давай поженимся. Ну, только, конечно, все-таки с более, наверное, такой обаятельной подачей. Плюс сама она действительно женщина, очень красивая, но очень красивая. Как может вкладываться в свою внешность. И все-таки, видимо, жизнь с молодым мужем на пользу идет, энергетика его, она и питается. Мне кажется, он сейчас старше ее стал выглядеть, муженек-то ее гор. Но прям так ничего. Вот, а Хромченко это все-таки больше критика. Она вроде даже, когда приятные какие-то слова говорит, ты все равно это воспринимаешь как критику. Но это типаж такой, это человек-критик. Есть люди-критики, которые водку пьют дешевую на лавочках и правительство постоянно ругают. А есть люди-критики, которые деньги этим зарабатывают. Вот Эвелина Хромченко второе. У нее очень такая аналитичная, конструктивная критика. У нее сомнения, она жесткая. И Васильев не раз говорил, что не всегда у них получается, ну, как бы там, к какому-то консенсусу прийти. Но, тем не менее, как-то вот они уважают профессионализм друг друга. То есть Хромченко, она критик такой. Та из народа вроде как подобрей Бабкина. Это критик-профессионал. А Васильеву у нас остается роль такого некого доброго короля, который что-то там с барском плеча бросит, где-то там пожурит. Но, опять же, добрые слова какие-то пожелает. То есть это, мне кажется, как раз отвечает его типажу, его психотипу. Мне кажется, Александр Васильев, у него преобладает темперамент именно флегматика. Кто у нас истинные флегматики? Это аналитичные люди, люди очень стрессоустойчивые. Хотя со стороны какая-то их медлительность. А вот в случае его это не просто медлительность, это вальяжность какая-то вот, царственность. Вот это вот все. То есть оно многих раздражает, и людям кажется, что он типа как-то может издевается над ними. Может пытается свое превосходство над ними какое-то почувствовать. Хотя, может быть, это и не так. То есть это такой вот достаточно, как мне кажется, ярко выраженный флегматик. Он не спешит с решениями, но если уж он какие-то планы выносил, он действует, действует в соответствии с этими планами. Он четко знает, что он хочет. Он свое не уступает. То есть многим, наверное, как кажется, это человек из моды, из вот этой вот фэшн-индустрии и так далее. Он, наверное, такой эмоциональный, у него можно все выпросить, его можно вокруг пальца обвести, но нет. Это человек с очень хорошими, скажем так, познаниями в финансах, в экономике, в бизнесе. Человек, который крутился и за границей, крутился и в нашей вот этой действительности. То есть вырос он в достаточно, как я поняла, интеллигентной такой семье, в профессорской среде. И то, что лучше он в плане культуры мог взять, он взял. Плюс он вот смог адаптироваться экономически в существующих реалиях. Это вот его флегматичность вкупе все-таки с некой истероидностью и любовью к какому-то такому, я бы сказала, здоровому импатажу. Он все-таки не перебарщивает. У него нет там каких-то голых жоп в перьях. Он там ничего себе, там никакие места не красит и прочее, прочее. То есть это такой королевский шик. При этом у него есть и вполне такие, я бы сказала, сдержанные вещи, достаточно лаконичные. Конечно, он любит яркие детали. Это часть его образа, часть его харизмы. Но достойный у него интересный образ. Есть там, чтобы посмотреть, о чем задуматься. То есть как раз его вот эта вот флегматичность, она вот какими-то такими составляющими вроде как подсвечивается. И не выглядит он каким-то там очень пресным, каким-то очень тяжелым. Много идет разоблачений, каких-то разборов на тему его сексуальной ориентации и в открытую. Вот я у кого-то из блогеров смотрела ролики, где там фотки его любовников показывают и так далее. Ну, мне как-то вот на этот счет все равно. Ну, это его ориентация, это его жизнь. Я, например, допускаю, что он может быть и бишкой, раз в его жизни были женщины, и он женился, и может быть он совмещало то и другое. То есть человек из фэшн-индустрии, человек яркий, человек наверняка способный как-то глубоко любить. То есть почему бы и, в общем-то, ему не жить так, как ему хочется. Нарцисс ли он мне как-то тоже, мне там не помню, какой комментарий приводил пример известных нарциссов, он написал, тоже написал про него. Вы знаете, не исключено. Но опять же, понять, нарцисс человек или не нарцисс, мы можем только если мы увидим его в реальной жизни. Ну, как мы его видим? Мы видим его в записи программы, когда он говорит несколько своих реплик. Мы иногда видим его в каких-то интервью, когда он рассуждает и говорит, ну, где-то здравые вещи, где-то вещи достаточно такие надменные, из-за которых ты вроде как-то к нему так, ну, неоднозначно можешь относиться. Но мы же не видим его, какой он в отношениях. Мы не знаем, какие у него там страхи живут. Но не исключено, что это нарцисс, что это нарциссичный человек. Да, я не могу этого отрицать. Но при всем этом он рационал, и у него вот любовь к искусству, к моде, к декору. Он ведь не только модой занимается, он и театральные декораторы, ну, много у него каких-то там составляющих. Действительно, любовь к своему делу, умение целенаправленно бить в одну точку, вкупе именно с рациональным подходом, как раз и дает ему вот такой вот хороший эффект. Но человек живет по нашим, там, российским меркам, вообще, ну, там некой такой царской жизнью. Вот, а есть недвижимость за границей, и там ни одна. Он путешествует, он на короткой ноге со многими известными людьми, и он сам себе все это создал. Тоже там про него какие-то разоблачения снимали, писали, что вот, он 20-30 лет назад у эмигрантов накупил шмоток, а сейчас в три дорога их продает. Так молодец, а это бизнес. Ты найди деньги, чтобы накупить шмоток. Ты еще распознай в этих шмотках, что это что-то ценное, а не какой-нибудь там с рынка халаты, прочее, прочее. Ты держи их, храни в достойном виде, чтобы они за 20 лет вид не потеряли. То есть, соответственно, это тоже вложение я, хранить их при правильной температуре, как ты их обработай, прочее, прочее. А теперь еще сумей выстроить такую систему, чтобы все это продать. Это человек с деловой хваткой, который, поскольку он давно глубоко в теме, он в этой теме там сколько, 40 лет, там даже больше, ну, всегда он так или иначе этой сферой занимался, он видит определенные ниши, он зарабатывает на них деньги. Тут остается только позавидовать, уж по-белому, не по-белому, кому как. Он правильно делает ставку на свою аудиторию, он в открытую говорит, что любит женщин, ну, как бы, таких, ну, относительно взрослых и богатых, потому что у них есть деньги, у них есть время, они радостно с ним делятся какими-то вещами, ненужными, они платят за его вот эти вот дуры выездные, которые он делает, они, ну, деньгой с ним делятся, они репосты ему дают, они как-то с ним коммуницируют, то есть это хорошая денежная аудитория, в общем-то, он, ну, правильно, он делает ставку, а на кому ему делать ставку? Он делает ставку на тех, кто заплатит. Конечно, вот что мне не понравилось, у него периодически вот это вот, оно все равно проскальзывает, вот какие-то классовые вот эти вещи, интервью я там какое-то его смотрела. Вот как помните, фильм «Ко-ко-ко», я тоже себе на канале выложила его разбор, там, когда Лиза вроде такая хорошая и правильная, и вдруг она, что-то из нее такое полезло, что это люди другой социальной прослойки, мы перед ними виноваты, мы должны как бы как-то вот им помочь, и как-то у нее вот что-то такое идет. Ну, конечно, это не прямым текстом было сказано, но явно разделение на касты, как вот ты, например, сидишь и осуждаешь про то, что ты собачке должен помочь, и вот тут вот что-то такое, и из него периодически тоже вот это вот лезет, что, ну где как не на этой программе я бы мог познакомиться с женщинами других социальных прослоек и так далее. То есть он все пытается, пытается корректные какие-то слова-то подобрать. А мы не серьезные, они необычные, эти женщины, вот что-то такое. Ну, худо-бедно, он все-таки как человек с хорошо подвешенным языком, он как-то формулирует. Но есть, есть у него вот это вот подчеркивание, что мы интеллигенция плюс интеллигенция, которая хорошо зарабатывает, которая адаптировалась в бизнесе. Но вообще Александр Васильев персонаж, нужный для нашей страны, это человек, у которого реально много полезного контента. Я слушаю его какие-то обзоры, например, я понимаю, что он может четко, емко и без углубления в ненужные термины, в ненужные какие-то воспоминания. Тезисно рассказать информацию, которая интересна, например, обывателю, человеку, который глубоко не в этой нише. Там какие тренды, что как. Вот очень важно там то, что наблюдение его, что примерно каждые 25 лет моды у нас меняется, ну, вернее, возвращается, приходит опять к тому же витку. Там какие-то его наблюдения о том, кто в какие годы был иконой стиля. Конечно, это тоже немного субъективно, но субъективность человека, который давно в теме, это, в общем-то, и есть та самая экспертность, та самая экспертная оценка, с которой платят деньги. Это все про него. Человек достаточно такой, мне кажется, устойчивый, стабильный. Редко мы от него можем увидеть какие-то истерики и так далее. Еще раз говорю, это просто темперамент такой. Я не думаю, что он как-то дико себя держит. Ему хочется там нарать, хочется что-то такое выдать. Ну, просто человек не такой. Да, он едкий, ядовитый, может быть, но он как бы имеет на это право, потому что, правда, он в теме, он видит многие вещи, ну, с такой системной позицией. Интересный, явкий персонаж. Если мы с вами посмотрим на его физиогномику, вообще на строение лица и так далее. Тонкие губы у него, упрямство, замкнутость, высокомерие какое-то, да, это есть. Посмотрите, какое у него квадратное тяжелое лицо, строение лица. Это практичность, это рационализм, это расчетливость. Посмотрите, какая у него челюсть массивная, тяжелая, квадратная, вообще необычная какая-то. Как там его Гузеева шутила, но Моргенштерн-то похож. Они, правда, с ним похожи по строению лица. Так Моргенштерн чуть поизящнее, но и Васильев-то в молодости, в принципе, такой же был. Вот, то есть челюсть, вот это вот она тоже говорит о упрямстве, о запасе некоторого здоровья. Посмотрите, у него уши какие интересные. Какая ушная раковина, кверху расширяющаяся, вверху ходящая. Это человек общительный, человек оптимистичный, человек открытый всему новому. И как-то все это очень так гармонично смотрится с его вот этой вот вальяжностью, общительностью. Она же разная бывает. Он, то есть, это человек, который вовремя уловит определенный сигнал от внешней среды, использует этот сигнал себе на пользу. Интересный, достойный персонаж, и чему мы можем учиться на примере Александра Васильева? Потому что надо заниматься тем, к чему душа лежит, и в одну точку бить, и долго вот этим увлекаться, и, например, не зависать только в одной узкой нише, а смотреть смежные ниши. Там и деньги, там и новая информация, там интересные какие-то люди. То есть, все это он, в общем-то, и своим примером иллюстрирует. Конечно же, модный приговор дал ему именно ту самую медийность, ту известность вот в российском пространстве, в каких-то широких массах. Так-то на более узкие круги он достаточно был известен и до этого. Но благодаря модному приговору он прямо на ровный стал. И, конечно же, эта передача, ну, не столько деньги ему дала, сколько она дала ему ту известность, через которую он зарабатывает еще много, еще больше денег, и он вхож в определенные круги. Это человек, который очень уверен в своем мнении, он свое мнение говорит всегда достаточно уверенно, но спокойно. У него нет вот этого вот надрыва. Я вам докажу, я вам объясню. Он просто говорит это, гологолит, как истинно. Но он уже, конечно, как любая такая персона, зазвездившаяся, уже тут прогнозы на будущее строит. Например, по ковиду он говорит, что с 2025 года ковид продлится. То есть, он на себя уже функцию такого оракула берет. По моде очень интересно, как он говорит, уже эпоха порно-шика давно ушла. То есть, у нас теперь унисекс, у нас теперь мусульманская тема правит, у нас теперь там какие-то более нейтральные цвета, и это все в ближайшие 10 лет будет только усугубляться. Как он сам говорит, что это направлено в том числе и на то, чтобы люди меньше размножались, потому что мы и так, типа, сейчас на таком витке находимся, когда у нас нас много, мы сытые и все хорошо. То есть, в целом, он позитивно оценивает виток развития нашего общества. Вообще, вот мне что нравится, он еще такой патриотичный достаточно. Он как-то вот нахваливает нашу страну, и мне кажется, это хорошо. Ругать-то можно, но что к этому? А он, наоборот, говорит, что правда, возможностей много. Берите, делайте, и правильно, что нам остается? Просто учиться на таких примерах. Друзья мои, как вы думаете, вот какой он Александр Васильев? Он вам симпатичен, как человек, как телеведущий, или есть то, что в нем отталкивает? И пишите еще, кого из наших знаменитостей вы бы хотели, чтобы я разобрала на своем канале. Я напоминаю вам, что если вам нужна будет моя помощь как психолога, вы можете ко мне записаться на онлайн-консультацию. Мои контакты внизу под видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok